Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, прежде я хотел поблагодарить руководство Владимира Фёдоровича и Галины Сергеевны за предоставленную возможность участия в данной научной практической школе. Итак, клинический случай. Следующий слайд. Объясните указочку. А, да. Итак, больная... Ой. Больная с 62-х лет наблюдается у онколога городской клинической больницы номер 4 после выполненной маммографии. В 2013 году, на которой выявлены были признаки диффузно-фиброзно-кистозной мастопатии в средней степени с преимущественно кистозным компонентом. Микрокальцинаты диффузно преимущественно с группированностью в верхнем внутреннем квадрате правой молочной железы. Площадь с группированностью до 3 см2. Под вопросом на образование правой молочной железы. По системе БИРАЦ оценивалась тройка. Три. Пальпаторно в верхнем внутреннем квадрате определялось узловое образование до 2 см. В диаметре по типу липомы. В связи с тем, что микрокальцинаты могут выявляться в молочных железах при многих патологических состояний, в том числе и 20-30% при раке молочной железы, больной сразу же выполнена пункционная биопсия и подозрительная участка правой молочной железы. На пункционной биопсии мы, как видим, получили только эритроциты и клетки жирового эпителия. Врачом-онкологом поликлинического отделения городской клинической больницы был выставлен диагноз липомы правой молочной железы. Пациентка взята под наблюдение с целью уточнения диагноза, не исключая вероятность рака. Интервалы наблюдения от 3 месяцев, иногда 6 месяцев, при ультразвуковом исследовании молочных желез и маммографии в динамике в течение с 2013 по 2015 годы узловых образований не выявлено. В июне 2015 года пальпаторно зарегистрировано увеличение размеров липомы до 3 см. Больной было предложено направление в онкологический диспансер на операцию, от которой она отказалась. От оперативного вмешательства воздерживалось до января 2016 года. В 2016 году в январе липома правой молочной железы клинически увеличилась до 5 см. Сделана повторная пункционная биопсия и получен жир. Назначено ультразвуковой исследованием динамики. Рекомендовано оперативное лечение, от которого вновь пациентка воздержалась. Лишь в феврале при ультразвуковом исследовании выявлено подозрение на образование в верхнем внутреннем квадранте правой молочной железы до 1 см. Вновь рекомендовано направление в областную классическую диспансер. Больная обратилась в апреле. Выявлен рак молочной железы первой стадии. Выполнена радикальная мастертомия по модену. Размер опухоли при морфологическом исследовании до 1 см. Гистологическое заключение, инфильтрирующий протоковый рак, грейд-3, обширные поля фиброза, участки кальцинатов. Во всех группах лимфоузлов лимфоидная пролиферация. ИГХ-исследование выявило наличие эстрогеновых рецепторов. Назначен тамоксифен. Таким образом, у больной благодаря тщательным наблюдениям выявлен минимальный рак правой молочной железы, гормонозависимый фон, лиминальный А. И также здесь хотелось добавить, что интересно, что у данной больной развитие опухоли от непальпирования определяемой стадии до определяемой на ультразвуке, вероятно, протекало несколько лет и сопровождалось в последние 3 года реакцией паранепластической ткани, которая была представлена в виде липомы. Учитывая первую стадию данной опухоли, больная подала жалобу в прокуратуру, что ей была показана радикальная резекция молочной железы в последующей лучевой и гормонной терапии, а не радикальной мастектомии. Вот. Ну, и вопрос на обсуждение также. Тактика. Все же в данном случае решение вопроса о радикальной мастектомии был принят с учетом того, что диффузные микрокальцинаты и локальной сгруппированностью, площадь локальной сгруппированности микрокальцинатов был до 3 см2. Вот. С высокой вероятностью рецидива была предложена радикальная мастектомия. И также еще вопрос, ну, это, конечно, мое мнение, также вернусь, что возможно, что протекало вот именно в виде порывания пластической ткани реакции эти 3 года, так как опухоль именно в данной проекции была обнаружена по данному ультразвукового исследования. Так. Да. Ну, пожалуйста, вопросы. Никита Александрович. Да. Анна Сергеевна. Да. Да. Никита Александрович. Никита Александрович. Скажи. Работает. Слушайте, ну, у меня, честно говоря, несколько вопросов и комментариев, потому что вообще не бьется, так сказать, в совершенно случае, вот абсолютно. Потому что, ну, ладно, то, что липомы – это отдельная все-таки нозологическая единица, да, это доброкачественная опухоль, никакой не параниопластический там синдром или симптом или чего угодно, так сказать, это мы как бы не обсуждаем. То есть, у меня первый вопрос. Был ли поставлен диагноз липома, как самостоятельная опухоль, рядом с которой развился рак молочной железы, или липомы как диагноза при рутинном гистологическом исследовании не было? Нет. Не было. Ну, хорошо. Второй момент заключается в том, что почему-то вы упомянули только рецепторы эстрогенов, а прогестероны, ХЕР-2, КИШ-67 исследовалось или нет у этого больной? У этой больницы. Исследовалась люминальная эстрогена. Это не люминальная. Это не люминальная А никогда. От слова совсем. Потому что вы ставите ГРЭЙ-3. В любом определении люминального А в последние 5 лет ГРЭЙ-3 взаимоисключающий с люминальным А. Поэтому все-таки нужно четко понимать, какие были уровни эстрогенов в баллах, какие прогестероны, какие КИШ-67. То есть, это точно не люминальный А. И, судя по динамике, описанию микрокальцинатов в большой фиброзной строме, я, честно говоря, не припомню опухолей ГРЭЙ-3 при гистологическом исследовании, чтобы они на ранней стадии сопровождались большим объемом фиброза и микрокальцинатами. Может быть, это просто был рак инситу? Тогда бьется ГРЭЙ-3 при наличии рецепторного статуса непонятный КИШ-67, потому что в инситу он неравномерный. Центральные участки обычно лишены. КИШ-67 в периферических что-то есть. Вот это непонятное клиническое течение, фиброз и микрокальцинаты. Может быть, вы просто сделали радикальную массу при раке инситу? Специальный тест на кератины, базальные маркеры и так далее проводился для исключения рака инситу здесь или нет? Затрудняюсь ответить на данный вопрос. А вообще карцинома инситу или фон какой-то был описан в морфологическом заключении? Да, Ислам Анатольевич, ну вот вопрос. Как ваша ответка? Ну, данный клинический пример был также по амбулаторной карте, как говорится. И, конечно, затрудняюсь ответить. Я заключил только патологию. Вы не задавали своему морфологу просто вопрос, если действительно образование по данным лучевых методов исследования, вот эта зона кальцинатов до 3 сантиметров, а сам инвазивный компонент описан на 1 сантиметр. То есть, вероятно, было что-то, что создавало вот эту массу до 3 сантиметров, и, вероятно, имеет смысл уточнить, что там было. Это может дать ответы на часть вопросов. Более года назад, и когда я разговаривал с врачом-патологоанатом, она, конечно, говорила, что уже... Ну, вот это, опять же, к вопросу об общении с смежными специалистами. То есть, если на момент получения заключения в этой ситуации не возникло таких вопросов, которые можно было решить тогда актуально, то, конечно, это время уходит. Хотя все равно препараты можно поднять, пересмотреть. Возможно, это как-то позволит разобраться с ситуацией. Ну, что можешь сказать? Вопрос задал. Значит, больная подала в суд. В тактике. Да, прокуратур. Значит, если вот она вот такую информацию получит, опухоль Т1Н0, люминальный А, то она как бы права будет. Потому что избыточное лечение явно. Можно было говорить. Но другой вопрос, то почему, вот скажем, все время выполнялась функционная биопсия, когда там были... Почему не направлено трепан биопсии под контролем ультразвука? То есть, мы бы вышли гораздо раньше этот очаг. Это, вероятно, раньше было рядом с этой липомой. И все вопросы бы отпали. Вы выполнили маленькую операцию. Ну, данная опухоль была обнаружена на ультразвуке только в 2016 году. До этого не определялись только, по-моему, графии микрокальцинаты. Там были кальцинаты, потом больная все время там ее беспокоила, что какая-то опухоль и прочее. Кальцинаты тоже – это один из признаков. Поэтому надо было предложить эксцезионную биопсию, по крайней мере, если нет направленной биопсии. Но это сейчас, конечно, сложно обсуждать. Потом иногда, даже при категории Т1, сложно выполнить органно-сохраняющие операции, если там есть широкие кальцинации, а размер молочной железы не позволяет. Тогда предлагается, опять же, пластическая операция – удалить ткань железы и предложить там импланты, или как первый этап – эспандер. Это ничего не предлагалось. Нет, у нас пластические операции не проводятся. Ну, тут, в общем, как бы она может оказаться формально, формально, может быть, но она будет, как бы, права, потому что избыточное лечение. И немного запоздалая избыточность. Ну, что… Ну, кальцинаты бывают разные, но если кальцинаты, которые рентгенолог трактует как проявление протоковой опухоли ин-ситу или протоковой горциломы, здесь надо очень активно. Иногда ин-ситу, она распространяется значительно больше, чем пальпирует сама опухоль. Если смотреть все это, значит, я и все их компоненты, как бы, напоминаю, значит, это корцилома, которая, во-первых, коварна тем, что возникает рецидив, тогда можно было пересмотреть этот препарат молочной железы, чтобы больному показать, что за пределами вот этого участка, который был выявлен, инвазивный рак, было распространение, и пересмотреть патоморфологом опухоли по вот этим протокам. То есть, фактически, расписание было больше, чем дана оценка вот по категории Т1. Ну, это вот такие предложения. Продолжение следует...